Вторник, Второй Седмицы, по Пятидесятнице, 22-е зачало, Евангелие от Матфея. И так по плодам их узнаете и не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Прочитанный евангельский текст говорит о том, что нужно беречься лжепророков. Кто эти лжепророки и в чем опасность этих лжепророков? Дьявол, как лукавый, как враг рода человеческого, всегда будет искать возможность соблазнить человека и через других людей соблазнять еще больше. Существует методика дьявольского искушения. Дьявол хитрый, дьявол обманщик, дух лжи. И поэтому, как говорит святитель Иоанн Златоуст, дьявол очень часто смешивает истину с обманом, дабы не так просто можно было отличить обман. Он как бы примешивает к правдивым истинным утверждениям что-то ложное. И человек, который понимает, что часть сказанного или увиденного является истинным, правильным, правдивым, начинает верить этому. И тогда дьявол подмешивает ложь, подмешивает обман. Таким образом, человек начинает искушаться дьяволом и впадает в греховное состояние. Тут Господь говорит, обращаясь к своим слушателям, берегитесь. Бережься — это состояние, которое говорит нам об опасности. Когда мы хотим предупредить кого-то об опасности, мы говорим «берегись». И Господь тоже говорит своим ученикам «берегитесь». Берегитесь лжепророков, потому что они не просто лжепророки, не просто люди, которые виноваты в чем-то и грешат против самих себя. Это люди, которые могут причинить вред. Вред глобальный, вред душе, погубить душу. Поэтому не просто нужно понять, что кто-то лжепророк, нужно беречься лжепророка. Кто такие эти лжепророки? И почему Господь приводит это сравнение, что они волки в овечьей шкуре? На самом деле лжепророки — это те, кто хотят выдать себя за имеющий духовный опыт. Хотят показать, что они являются людьми духовными, имеющими дары Святого Духа. Но они не такие по своей сути. По своей сути они хищные, жестокие, лукавые, стремящиеся подчинить и поработить всех, кто вокруг них. А для того, чтобы казаться добрым, благочестивым, они одевают маску, шкуру. Шкуру кротости, шкуру смирения, шкуру любви. Но тем не менее, несмотря на то, что они скрывают свою волчью суть под этой маской, под этой шкурой овечки, их можно опознать. Опознать по плодам. Поэтому Господь и говорит своим ученикам, что по плодам их опознайте их. Действительно, плохое гнилое дерево не даст хорошего плода. Какой-нибудь репейник не принесет съедобные ягоды. Как бы лицемер не стремился выдать себя за праведника, в конечном итоге он не способен дать плоды праведности. Его все равно можно будет опознать по этим плодам. Пообщавшись с ним определенное время или в определенной ситуации, можно будет увидеть, кто он есть на самом деле. И поэтому Господь не просто нам советует, что нужно смотреть на их плоды, а как бы говорит, что ответственность на нас, если мы сами обманемся. Бывает такое, что кто-нибудь является последователем или учеником кого-то, и когда этот учитель или наставник на самом деле является лжепророком, то его ученики, его чадо говорят, мы не понимали, мы не различили, но были бы невнимательны. Искали бы они правды Божьей, они бы увидели, что их так называемый наставник или учитель это тот, кто притворяется, тот, кто дает другой плод. Не плод благочестия, а плод властолюбия, лицемерия, плод сребролюбия и славолюбия. Не может быть такого, чтобы лицемер, уже пророк, не проявил себя в конечном итоге таким образом. Нужно быть внимательным к поведению людей, чтобы увидеть и понять их настоящую суть. И не перекладывать потом ответственность на кого-либо другого и говорить, что мы не поняли, у нас не было возможности лицезреть или осознать, что перед нами был тот, кто является волком в овечьей шкуре. Лицемер никогда не захочет жить по-настоящему праведно. Ведь Господь наш Иисус Христос говорит, что путь, который его путь, это путь с крестом. Нужно взять крест свой и следовать за ним. Лицемер никогда не захочет идти этим тяжелым путем, нести крест. Поэтому ему ничего не остается, как только притворяться, что он несет крест, что он идет узкими вратами в Царствие Небесное. И притворщик, при пристальном обращении к нему, все равно будет раскрыт как притворщик. Запомним этот евангельский текст, который напоминает нам об опасности в духовной жизни, напоминает нам про нашу ответственность, напоминает нам о том, что не все, что вокруг нас в виде благого, красивого, доброго, является таковым на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok